МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управление по делам ГООЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГООЧС города Десногорска привлекались для проведения работы. Общая областная акция «Студенческий десант» прошла в Десногорске. Мы решили совместно с руководством колледжа объединить это мероприятие и приурочить за здоровую пищу и борьбе с курением. 29 января в здании администрации прошло заседание комиссии по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан, мандатной и депутатской этики и социальным вопросам. Подробности далее. Заседание депутатских комиссий, председателем которого был депутат от 5 округа Валентин Переходкин, прошло практически в полном составе. Повестка дня была представлена тремя вопросами, основным из которых было рассмотрение обращения прокуратуры Десногорска об устранении нарушений требований федерального законодательства. Надзорный орган предлагает рассмотреть изменения к регламенту Десногорского городского совета, тем самым добавив ответственность депутатов за ненадлежащее поведение, в том числе самовольное покидание заседания сессии без разрешения ее председателя. Городской совет может принять по отношению к депутату следующие меры воздействия, объявить ему замечание, огласить на сессии городского совета через средства массовой информации факты нарушения норм депутатской этики и рекомендовать ему принести публичные извинения. Но в покидании зала заседания некоторые депутаты видят легитимную и признанную мировую практику демонстрации личного протеста. Так депутат от фракции КПРФ Александр Прокопов считает ущемлением прав народного избранника запретом такой формы протеста. Как это так, лишать депутатов протеста? Это единственное средство, которое есть, чтобы обратить на мое мнение, внимание. Тем не менее, председателям заседания было предложено прибегать к более этичным и действенным практикам личного несогласия. Мы должны не забывать то, что нас сюда выбирали люди, и здесь не личные чьи-то амбиции, не в вашей адресе вообще говорю, по ходу какие-то качества, обиды, может быть, они не должны влиять на наше поведение в рассмотрении ряда вопросов. Проект решения предложено вынести на ближайшую сессию городского совета. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. По оказанию помощи скорой два раза. За семь дней в едино-дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 665 сообщений, из них 275 ложных. Поступило и отработано 4 просьбы от населения. С 20 по 24 января в Смоленской области проводилась всероссийская акция «Студенческий десант». Мероприятие приурочено ко дню российского студенчества. Для них же была запланирована насыщенная и разнообразная программа с участием сотрудников органов внутренних дел. Подробнее о Десногорском мероприятии – далее в сюжете. В Десногорске акция «Студенческий десант» прошла на территории городского энергетического колледжа. 24 января он был ареной для кулинарного поединка, соперниками в котором стали сотрудники полиции и коллектив учебного заведения. Мы решили совместно с руководством колледжа объединить это мероприятие и приурочить за здоровую пищу и борьбе с курением. Может, кто-то задумается и станет поваром, будет удивлять и наших горожан, а может, и российских горожан своими кулинарными изделиями. Прежде чем приступить к выполнению главной поварской миссии, участникам представили тех, от кого будет зависеть исход поединка. В качестве дегустаторов были приглашены почётные гости Атомграда. Конечно, когда попробуем, и жюри определит, кто же будет приготовить вкуснее. Но очень приятно, что сотрудники полиции, подполковник нарезает салат. Я не знаю, жена, наверное, очень довольна таким мужем, если он дома это делает. Началось мероприятие с представления каждой команды. Задача была в том, чтобы заявить о себе креативно и артистично. Здесь же можно было заработать и первые баллы, которые присуждала беспристрастная жюри. После приветствия команды отправились на кухню, чтобы приготовить салат «Цезарь». Давайте посмотрим, как они это делают. Кулинарной мастерской работа шла полным ходом. Чёткость и слаженность работы стражей правопорядка пригодилась как нельзя кстати и на кухне. Отлично, всё хорошо, процесс идёт. Кто входит в этот салат? Ну, стандартный салат «Цезарь», пекинская капуста, курица, помидоры черри. Всё, пожалуй, сухарики и соус полицейский. Поварской каждый был занят своим делом. Распределение обязанностей помогло быстро справиться с данным этапом и вовремя принести блюда на пробу для судейской коллегии. Дегустация салата «Цезарь» сопровождалась активным и справедливым обсуждением. А чтобы зря времени не терять, команды отправились на приготовление следующего блюда. Как и на любых соревнованиях, не обошлось и без курьёзных случаев. В духовом шкафу не хватило противни. Ну, такие вот дела. В итоге аппетитная картошка по-деревенски и запечённая курочка отправились на стол дегустационной комиссии. Выбор для жюри оказался сложным. Обе команды безупречно справились с каждым этапом. Поэтому кулинарный баттл закончился успехом обеих команд. Победила дружба. В завершении мероприятия каждый участник получил почётную грамоту и заслуженные комплименты от дегустаторов. Ксения Вишкова, Юлия Соболева, Виталий Волков, Александр Рафеев, Десна-ТВ. Снизить аварийность, в том числе с участием пешеходов, призвана акция сотрудников ГИБДД. С 27 по 31 января на территории Смоленского региона проводится профилактическое мероприятие «Пешеход». Хотел бы обратиться к водителям, складывающихся при осложнении погодных условий, более внимательно осуществлять проезд пешеходных переходов. Погодные условия меняются ежесекундно, поэтому более пристальное внимание уделять проезду пешеходных переходов. Также пешеходам более внимательно при прохождении пешеходных переходов на территории города. В конце выпуска о погоде. 31 января в Десногорске пасмурно, небольшой снег, температура днём и в ночное время около нуля. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьёв. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин